Несанкционированный сброс мусора на улицах ставит под вопрос социальные проекты. Проблему подняли на планерке главы города. В Олимпийский парк и обратно до полуночи на военные игры в Сочи продлят работу общественного транспорта. Они попрощались с Афганистаном навсегда. Анатолий Пахомов встретился с членами семей погибших воинов-интернационалистов. Леопардов из сочинского нацпарка могут выпустить в горах Дагестана. Программа распространяется на новые регионы. Кубанцы обратились с проблемами в приемную президента России. Там по поручению главы государства Вениамин Кондратьев провел прием граждан. Заявители приехали с нескольких районов. Лилия Бивал представляла интересы краснодарцев. Переход перекрестка улицы Российской и Кожедуба для жителей микрорайона – настоящая полоса препятствий. По словам женщины, движение на этом участке очень интенсивное. Автомобили едут в четыре ряда, а светофора для пешеходов там нет. Объяснить ситуацию Вениамин Кондратьев требует главу города. Я думаю, что, Евгений Алексеевич, вот этот вопрос, когда мы по городу обижаем, надо нам не просто смотреть сегодня на те проблемы, которые громкие, видные, в том числе и застройка, и детские сады, и поликлиники, и скверы, на проблему обычного человека, обычного горожанина. А для него намного важнее проблема, как улицу перейти, а мы это не замечаем. По улице Российской очень много было обращений. Мы в этом году уже выполнили непосредственно проектную смертную документацию, техническую документацию. И поэтому где-то мы к лету, к середину лета, как раз вот когда начнутся летние каникулы, я думаю, уже выйдем на реализацию непосредственно этого проекта. Хочу вам сказать спасибо за быструю такую адекватную реакцию на этот вопрос. Но, знаете, самое важное, наверное, не ждать, когда жители дойдут до власти. Намного важнее, чтобы власть быстрее дошла до жителей. И почувствовала, и поняла вот эту проблему. Ведь она смогла достучаться, она смогла дойти. У нас в городе практически миллион сегодня жителей. И далеко не каждый сможет сегодня прорваться через чиновничьи кабинеты и дойти до губернатора. Дошла до губернатора и Татьяна Пухальская из Темлюкского района. На встрече с главой региона она узнала, что в этом году начнут капитальный ремонт улицы Щерса. Чтобы привести в порядок участок в 700 метров от Горького до Декабристов, из краевого и местного бюджета выделят больше 40 миллионов рублей. Но ситуация там действительно уже критичная, пожаловалась Вениамину Кондратьеву заявительница. Дорога у нас, конечно, ужасная, особенно осенне-зимний период. Ливневки нет, тротуаров нет, дороги разбиты. Ваша улица стоит 41 миллион. Эта улица небольшая, небольшая. А вот по всему краю и даже по всему Темлюкскому району это огромные деньги. Мы не один бюджет должны положить на дороги. Мы это делаем, потому что другого-то пути нет. Мы и зарабатываем сегодня, и бюджет для того, чтобы все-таки мы это делали. Не потому, что вы пришли сейчас к губернатору, к президенту, достучаясь, а потому что, слава богу, что власть сегодня в Темлюкском районе заработала. И эта улица уже стоит в системе ремонта в этом году. Это самое главное. Знаете, мне важно не в ручном режиме сегодня какие-то ситуации исправлять, а чтобы система работала, чтобы главы муниципальных образований изначально проблему увидели и системно ее решали. С общей проблемой на уже жители Мостовского района обратилась Людмила Степанова. Она рассказала губернатору о том, что их старый водопровод на улице Красной разрушается практически на глазах. По словам Вениамина Кондратьева, сегодня в край этот вопрос решают системно и поэтапно меняют все водопроводные сети. В эту программу включен и проблемный участок в Мостовском. По поручению главы региона, работы там должны быть завершены уже до конца года. Инга Габеши, телекомпания ФКТ. 85 регионов России примут участие в инвестиционном форуме в Сочи. Это впервые, когда заявки подали из всех субъектов страны. Подготовку к саммиту обсудили на заседании оргкомитета, которое провел губернатор. Форум сменил свое время проведения и название. Теперь вместо международного это российский инвестиционный форум. Он пройдет с 27 по 28 февраля в Сочи. Я считаю, что и в Российской Федерации, и в нашем крае достаточно собственных инвесторов, которые могут активно делать экономику. Конечно, мы рады и международным инвесторам, и иностранным инвесторам, но я еще раз подчеркиваю, что у нас достаточно своих инвесторов, для того, чтобы мы могли уверенно стоять на ногах с учредением перспектив развития нашей экономики. Хочу еще также ответить, что международные инвесторы, коллеги, они не уходят. Будут заявлены участники из различных стран, в том числе и делегации из США. Это будут делегации из Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. Коллеги, когда наш форум был даже международным, то такой весомой иностранной составляющей не было. На форум Краснодарский край привезет более 500 предложений на сумму 270 миллиардов рублей. В ключевых отраслях экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство, курорты, представлены 40 приоритетных проектов. Все они проходят государственную экспертизу. Инвестпредложения на форуме должны быть реальными для воплощения, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Главное, чтобы мы еще научились с него зарабатывать. Вот в чем вопрос. Не просто проводить форум, а зарабатывать. Это основное речо, мы сегодня стремимся, чтобы этот форум на Кубани проходил. И другого назначения я его не вижу. Это не просто какая-то тусовочная площадка. Это на самом деле серьезнейшее бизнес-сообщество приезжает к нам в Сочи. Вы главы муниципальных образований. То есть вы должны быть самыми большими, основными менеджерами в своем районе. Поэтому сумейте продать свои проекты. Продать, навязать даже, втянуть инвестора. Убедить в том, что на самом деле, кроме вас, больше укладываться некуда. Также Кубань выставит проекты для зеленой экономики. Концептуально новой стратегии развития. Когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. В инвестиционном портфеле края предложение по выращиванию экопродуктов, развитию альтернативной энергетики и переработке мусора. В Сочи объявлено штурмовое предупреждение. В ближайшие сутки ожидается усиление ветра. Местами порывы до 18 метров. Высокогорье до 22 метров в секунду. Временами мокрый снег и снег местами сильные. На дорогах, возможно, гололедица. Глава Сочи провел заседание комиссии по ЧС. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта необходимо принять все меры предосторожности. И в случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Ну и продолжаем выпуск. Мэр Сочи проинспектировал санитарное состояние дорог курорта. По трассам, в том числе и федерального значения, Анатолий Пахомов проехал с главами районов. Следить за состоянием городской среды – прямая обязанность руководителей районов, подчеркивает мэр. Сейчас же, после снегопадов, этот вопрос стоит наиболее остро. Городу необходимо придать красок. Непогода подпортила внешний вид улиц курорта. В удручающем состоянии и дороги практически все замусорены и даже неопрятны, особенно на прибордюрной части трасс. Объезд завершился в Красной Поляне. Здесь Анатолий Пахомов также обращает внимание руководителей района на санитарное состояние улиц, в том числе и на грязный снег, который давно пора убрать с обочин. Поручает также обновить, а местами и восстановить заборы частных домовладений, которые к Олимпиаде приводились к единому архитектурному облику. Ограждение требует покраски и реконструкции. Не говоря уже о санитарном состоянии самих дворов, но это уже зона ответственности самих горожан. Нерадивые наши хозяева, они подрывают и наш авторитет, и наш имидж самое главное. Мы очередной раз будем представлять Россию. И, конечно, негоже, если те, кто приедут в гости к нам с других стран, чтобы они увидели, что ой, как там во дворах у них грязно, как у них нехорошо. Дали мы нашим главам районам время до субботы, чтобы они серьезно занялись частным сектором, чтобы смотивировали жителей навести порядок во дворах. Мы дали поручение всем нашим дорожникам, чтобы были помыты дороги и федеральные, и краевые. И, конечно, городская среда, это склоны, это тротуары, подземные переходы. Все это необходимо привести в надлежащий санитарный вид. На наведение порядка меньше недели. Уже 22 февраля Сочи принимает очередной поток гостей. Стартуют всемирные военные игры. Не за горами и экономический форум. На время всемирных военных игр в Сочи продлят время работы общественного транспорта. Для удобства сочинцев и гостей курорта продлевается время работы маршрутов, следующих в Олимпийский парк и обратно. 24 и 27 февраля до полуночи будут курсировать автобус номер 57К аэропорт Совхоз Россия и автобус номер 125С Моримол вокзал Олимпийский парк. 25 и 26 февраля эти маршруты будут ходить до 23 часов. Администрация города Сочи и ЦСКА приглашают всех посмотреть соревнования самых заслуженных в мире спортсменов в погонах. В Сочи приедут более тысячи участников из 26 стран. Всего будет разыграно 44 комплекта наград в 7 видах спорта. Это биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски, альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах. Вход для зрителей на состязание будет свободным. Бесплатно их посетить можно не только в Олимпийском парке, но и на Красной поляне. Но при этом необходимо самостоятельно приобрести ски-пас на канатную дорогу. Вечерами на нижней станции Роза Хутор будут проходить красочные церемонии награждения и концерты, вход на которые абсолютно бесплатный. Всемирным военным играм, а точнее подготовке к ним, была посвящена и планерка главы курорта. Говорили о последних приготовлениях ко встрече военных спортсменов. Более тысячи спортсменов из 26 стран прилетят в Сочи, чтобы побороться за звание сильнейших. Это олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Это мероприятие по оценке экспертов идентично Олимпийским играм. А значит и принять гостей надо так же достойно, как и в 2014-м, чистыми улицами и гостеприимным отношениям. Да и самим сочинцам, ведь приятнее жить в чистоте и уюте. Сегодня много претензий в адрес владельцев частных домов и во дворах, и около строений беспорядок. Речь шла о Молдовке, которая входит в гостевую зону. А проезжая по трассе, невольно можно увидеть бардак во дворах. Голосебята убирать должны они. Но повторяю еще раз, что буквально с сегодняшнего дня немедленно всех ставим в ружье. Задача всех начальников управления, заместителей начальников управления, это организовать работу управляющих компаний, организовать работу жителей. Не должно быть мусора и на проезжей части, и на зеленых зонах, куда его в вечернее время чаще всего выбрасывают предприниматели. Выбрасывают подчас куда попало, лишь бы сэкономить средства и не заключать договор на вывоз мусора с САХа. Ведя свой бизнес, они игнорируют интересы горожан. Администрации придется выделять дополнительные средства на уборку, но таким образом эти предприниматели фактически воруют у города деньги на социальные проекты. Это в частности ремонт виллы Вера, спортшколы номер 2 и других. О фактах несанкционированного сброса мусора жители могут сообщать по телефону. 8-918-377-64-65 Сегодня глава города требует, чтобы чисто было не только в центре города, но и в жилых кварталах. Переулки, отдаленные улицы, все это Сочи, которая от других городов России отличается хорошей погодой, и следить за порядком здесь намного легче. Нарекания прозвучали и в адрес ресурсоснабжающих организаций, которые занимаются самоуправством. Анатолий Пахомов еще раз напомнил, впредь ни свет, ни вода, ни тепло не должны отключаться за долги без уведомлений администрации Сочи. Жильцы многоквартирных домов, которые не получили от застройщика разделение счетов, и которым трудно самим проконтролировать, кто платит за коммунальные услуги, а кто нет, не должны страдать. Это издевательство. Надо издеваться над тем, кто это сделал. А сделал это застройщик. Но люди, которые там живут, они не виноваты. А когда в квартире тепло и уютно, можно с удовольствием развлечь себя на выходные. У сочинцев много возможностей бывать на международных мероприятиях. Вот, например, уникальные зрелищные события – всемирные военные игры. Поддержать своих – дело чести, поэтому мэрия всех приглашает с 24 по 27 февраля в горы, где пройдут соревнования по биатлону, скельпинизму и спортивному ориентированию на лыжах. Единственный нюанс – надо за свой счет приобрести скипас. Много спортивных состязаний состоится в Большом ледовом дворце и в Айсберге. Там волонтеры при входе будут раздавать билеты. Расписание всех мероприятий на сайте военных игр. Елена Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Подвесной пешеходный мост через реку Сочи в прямом смысле преобразился. А теперь его конструкции украшены сотнями огней. Оценить изменения можно в темное время суток. Тогда на мосту включаются сотни огней. Монтаж светового оборудования завершился в выходные. Прекрасные, эффектные, современные светодиодные устройства, которые меняют цвет. Это динамика, уже это шаг вперед. Хотелось бы сказать, что в городе намечена, Анатолий Николаевич, целая большая программа. Инициатива редизайна конструкции принадлежит главе города. Реализацию взяли на себя сочинские единороссы. Функциональное преображение на пешеходном мосту произошло минувшей осенью. Тогда здесь обновили деревянный настил и перила. А теперь конструкции окутали проводами и лампами. В то время как подвесной мост в темное время суток уже сверкает яркими огнями, тот, что по соседству автомобильный, только готовят к премьере. Его оформление впишется в общее художественное решение. Кроме двух мостов, световые изменения ждут еще несколько объектов города. Транспортные развязки на Донской, Виноградной и на стадионе. В преддверии Дня воинской славы России и 28-й годовщины вывода войск из Афганистана в администрации Сочи состоялась традиционная встреча с членами семей воинов-интернационалистов, погибших в республике. А вернувшимся из Кабула и Кандагара сочинцам сегодня вручили медали за заслуги перед Родиной. Прием членов семей погибших воинов – давняя традиция в Сочи. В Афганистан в 1979 году отправилось 723 сочинца. 16 не вернулись с поля боя. Их матерям и отцам слова соболезнования сегодня выразил глава Сочи, председатель городского собрания и непосредственно сами ветераны Афгана. Мы всегда о них помним, оказываем помощь. И очень хорошо, что во всей России сегодня и завтра будут вспоминать тех людей, которые, не щадя своей жизни, не щадя крови, своего здоровья, защищали интересы нашего государства. 15 февраля будет отмечаться День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. И 28-я годовщина окончания выполнения боевой задачи ограничена контингентом советских войск в Афганистане. Членам семей погибших воинов-интернационалистов вручили и подарки, в том числе и мобильные телефоны, чтобы те всегда были на связи. Самих же ветеранов наградили очередными медалями ветеран 40-й армии. Ну а в честь погибших – минута молчания. Мы не вправе забывать о тех, кто не вернулся домой. Мы будем вечно хранить память о них. Это наш долг. И на их подвиги воспитывать наше подрастающее поколение. И сегодня мы точно знаем, что патриотизм – это самое главное, на чем мы должны воспитывать молодежь. Наша задача – помочь молодым сохранить память о погибших, воспитать в них чувство ответственности за Родину, чтобы они стали достойными преемниками славы своих отцов и дедов. Хочу напомнить слова, которыми Россия встречала своих воинов 28 лет назад. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов в 9 утра в Михайло-Архангельском соборе состоится панихида о погибших. А в 10 у памятника «Афганский узел», что в Комсомольском сквере – митинг памяти. В Сочи отметят День православной молодежи. По всему краю с 2012 года проводится акция, в рамках которой молодые люди посещают православные храмы, встречаются с их настоятелями, присутствуют на праздничном богослужении. Завтра в 11.30 в День Сретения сочинская православная молодежь соберется в храме «Преображение Господня» в Хосте. Там, ко Дню православной молодежи, намечен старт городского этапа краевого фестиваля «Моя вера православная». В нем примут участие воспитанники музыкальных школ и церковных хор. Ну а в Центре развития волонтерства пройдет поэтический конкурс «Пишу о православном крае». Принять участие могут все желающие. К участию в конкурсе принимаются только авторские стихи, но в волонтерском центре ждут и талантливых чтецов. Старт в 16 часов. Молодежь интересуется и очень много мы получаем заявок. Даже в период проведения летней оздоровительной кампании есть отдельная смена «Моя вера православная», куда как раз-таки молодежь с удовольствием записывается. Как раз-таки там рассказывается об основных праздниках православной культуры, о том, как их праздновать, вообще как приходить в храм, с чего начинать. Ведь действительно молодежь начинает этим интересоваться. И сегодня, посещая храмы, мы видим, что все больше и больше молодежи стало посещать наши храмы. Лучшие повара мира съедутся в Сочи с 1 по 5 марта. На курорте «Роза Хотор» впервые пройдет международный гастрономический фестиваль «Икра». В нем примут участие российские и зарубежные шеф-повара. Владимир Мухин, Алексей Кагай, Дмитрий Блинов, Анатолий Казаков, Дмитрий Зотов, Василий Зайцев и другие. «Икра» – это первый в России гастрономический фестиваль, призванный популяризировать отечественную кухню. Ведущие мировые и российские шефы проведут мастер-классы и приготовят ужины из местных сезонных продуктов. Насыщенная программа развернется в долине и горах, демонстрируя богатый потенциал гастрономического туризма в России, сообщают организаторы. Леопардов из Сочинского нацпарка могут выпустить в горах Дагестана. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе распространяется на новые регионы. Всемирный фонд дикой природы обсудил сотрудничество с Минприроды Дагестана и Северной Осетии. Чтобы восстановить популяцию леопардов в Дагестане, потребуется много усилий. В первую очередь необходимо расширить федеральный заказник. Также надо усилить охрану территории, чтобы обеспечить защиту как самим хищникам, так и основным объектам их питания – копытным. А численность копытных еще предстоит восстановить, чтобы у леопардов не возникло проблем с добыванием пищи. Далее нужно организовать мониторинг, установить фотоловушки и обучить людей, которые впоследствии будут наблюдать за леопардами и копытными. На работу по подготовке территории потребуется 2-3 года. Уже весной эксперты проведут полевые исследования для выявления оптимальных мест выпуска леопардов. В горах Дагестана могут быть выпущены леопарды, подготовленные в Сочинском национальном парке. Это единственное в мире место, где переднеазиатских леопардов готовят к жизни в дикой природе. Для этого сюда были завезены 3 самца и 3 самки, от которых в общей сложности родились 14 котят. За леопардами ведется постоянное наблюдение. Этот опыт будет использован для организации мониторинга в Дагестане. Ну и сегодня самый романтичный праздник. Во всем мире влюбленные отмечают День Святого Валентина. По традиции в этот день принято дарить Валентинке открытки с любовными признаниями и пожеланиями. Ну и просто приятные подарки – конфеты, игрушки, воздушные шары и, конечно, цветы. Их сегодня дарили друг другу не только влюбленные люди, но и даже белухи – полярные дельфины. За этим романтичным зрелищем можно было наблюдать в дельфинарии парка Ривьера. Это белухи Гоша и Глаша. Вместе эта пара уже 8 лет. Сегодня Гоша решил сделать своей даме приятный сюрприз – подарил цветы. Роза киту Глаше досталась на День Святого Валентина. Белухи создают пару на всю жизнь. Они верны друг другу на протяжении всей жизни. Очень нежные, очень заботливые, очень внимательные друг к другу. Свою любовь и верность полярный дельфин Гоша продемонстрировал и сотрудница дельфинария Марии. Ей тоже досталась роза. В благодарность – поцелуй для внимательного кавалера. Такой романтичный жест от белухи Гоши – это часть праздничной программы, которую дельфинарий парка Ривьера подготовил специально ко Дню всех влюбленных. Ну а ахол дельфинария украсили десятки воздушных шаров в форме сердец с вот такими милыми открытками. На каждое любой посетитель мог признаться в любви или пожелать что-то самому большому, ну и теперь уж точно самому романтичному дельфинарию города Сочи. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров в сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире.